Теперь, когда понятно, что это иранские дроны, нам стоит еще и ожидать, возможно, ударов по украинским городам баллистическими ракетами, о которых вчера тоже появилась информация, в частности о ракетах «Зальфагар» и «Фатех-110». Расскажите, пожалуйста, как и где они могут быть использованы и в чем их опасность? Это баллистические ракеты, которые Россия хочет использовать на замену своим «Искандерам». Мы видим, что «Искандеры» стали активно беречь, видимо, в России возникли проблемы и трудности в производстве именно этих баллистических ракет. Принцип их действия, он подобный, он схожий с принципом действия «Искандер». По техническим характеристикам говорят, что они могут уступать и могут быть немного хуже, но тем не менее, это ракеты в зависимости от модификации, в зависимости от пусковых установок, способны преодолевать расстояние от 300 до 700 километров, что, конечно же, может составлять дополнительные угрозы и риски для наших городов и гражданского населения, в первую очередь. Почему я акцентирую на этом внимание? Дело в том, что, в принципе, технические специалисты из разных стран говорят о том, что у этих ракет может быть достаточно серьезное отклонение от цели, ну, начиная от нескольких десятков метров. Поэтому это вооружение, оно может быть использовано как раз для усиления именно ракетного террора. В этом и угрозы, и риски. Именно поэтому мы и обращаемся к Израилю, в частности, о том, чтобы они ускорили предоставление Украине военной помощи. Потому что мы понимаем прекрасно, Иран — это фактически то государство, которое призывает стереть Израиль с лица земли. И у нас теперь появился фактически вот такой общий, скажем так, в этом плане интерес — это не дать развиваться военной мощи Ирана и бороться с этим потенциалом. И бороться, понимаете, у нас сейчас общие вызовы фактически. Мы страдаем от одного и то же. Только там Иран или прокси Ирана запускает, а по нам Россия собирается запускать эти ракеты.